Отсюда можно разглядеть туман войны и вот эту вот высокую башню, внизу которой нас ожидает обладатель великой души. В данный момент мы вооружены рапирой, причем не очень прокаченной рапирой, давайте поменяем ее все-таки на катану. В этот двор можно спуститься тремя путями, то есть либо здесь, либо по лестнице, либо упав вот сюда. И спускаться по лестнице это не самый лучший вариант. Для начала давайте снимем всех арбалетчиков, чтобы они нам не мешались, потому что внизу нас ждет очередная встреча с преследователем. Эти арбалетчики будут нам только мешать. Так, ну этот засранец взял и куда-то спрятался. Ну просто он не хороший человек. Ладно, сделаем тогда по-другому. Здесь у нас стоит еще один арбалетчик. Скинем его вниз и здесь нам пригодятся огненные стрелы. Огненные стрелы отлично взрывают бочки. Это то, что нам сейчас нужно. Чтобы вынести всех, кто ждет нас внизу. Ну, судя по этим звукам, не все, к сожалению, там взорвались. Здесь у нас небольшой секретик. Фигурка. Душа. Упс. Главное не упасть. Здесь у нас еще один арбалетчик. Лучше стрелять, конечно же, в голову. Так намного больше сносится жизнь. Блин, вот эти вот приколы с хитбоксами не очень радуют Дарк Соулс. Расчистим немножко пространство. Красивый череп. И вот он, наш преследователь. Начало боя пока не в нашу пользу. Нам надо бы найти время, чтобы подлечиться. Пропустил опять два удар. Упс. Упс. Выпьем на всякий случай эстус. И в очередной раз он нам дает мерцающий титанит. Что-то очень страшное звучит. А вот и наш стрелять. Очередной осколок фляги с эстусом. И большой осколок титанита. У катана, кстати, как и у рапиры, очень высокий урон при контрударе. А так как в Дарк Соулс 2 контрудары очень важны, то и оружие, которое имеет контрудары, очень имбовое. Это та самая решетка, за которой мы, кстати, уже бывали. Именно за ней находится наш кузнец. Но нам пока не нужно. Просто ее откроем, что в случае чего нам можно будет потом сюда пройти. Так, здесь мы уже все собрали. И здесь нам, возможно, пригодятся метательные ножи. Что-то очень много у меня чего стоит. Давайте уберем лишнее. Прямо в глаз попал. Вот эти вот твари очень любят обниматься. И эти их объятия могут стать смертельными для нас. Давайте будем заходить там просто. Взорвем там все, чертя. Оу! Как ты выжил? Вот об этом я и говорил. Ну, здесь ему еще и бочка помогла. Огненная бабочка. Поможет нам зажигать факелы. И мы использовали старинный ключ. Этот ключ мы уже поднимали, когда только в первый раз попали в забытую крепость. Ну, обычно лук у меня не прокачан. Очень мало снимает. Как боевое оружие, конечно, использовать мне его не стоит. Тем более, это короткий лук. Самый слабый лук. Я слышу звук доспехов. Что-то вот эти рыцари никак не дают мне свои части сета. Хочется про них что-нибудь прочитать интересное, но, к сожалению, не дают они мне этой возможности. Очередной камень. Про вас я что-то, ребят, совсем забыл. И... Один удар и три дыры. Здесь у нас незадачливый странник. Похоже, погиб. Который дает сет странника. Но сет странник особо ничем не примечателен. К тому же, не имеет никакого лора. Куртка для путешественников. Легкая, прочная и удобная экипировка. Давайте после того, как я буду подбирать какие-либо сеты, я буду вам их показывать. Возможно, кому-то это будет интересно. Вот так вот выглядит сет странника. Вернем наш элитный сет. И давайте уже снимем этот берет. Один черт, он не особо прибавляет нам в дропе предметов. А так мы хотя бы будем более похожи на Геральта. Здесь нам опять поможет лук с огненными стрелами. И заодно мы откроем секретный проход. Этот хрен умудрился выжить. Ничто его не берет. Так. Ну и что ты сможешь? Не знаешь, как сюда пройти? Жалко мне на него тратить огненную стрелу. Но зато тебе придется потратить бутылку с эстусом. Так. Давайте сначала слазим сюда. Большая душа, зеленый цветок. Ничего нового. Это у нас дверь во двор, в котором мы уже были. То есть, можно пройти как здесь, так и вот тут. Как вот мы прошли первый раз через лестницу. но здесь больше ничего интересного и нет. И что у нас здесь в секретной кладовой? Мантия архидракона и щит архидракона. Щит архидракона. Щит секты архидракона из Линдельта. Дракон на нем изображен из ритуальных соображений, но в остальном щит вполне практичен. Тайные ритуалов Линдельта хранит секта архидракона, к знаниям которой допускаются лишь избранные, узнавая при этом про истинные корни культа. А истинные корни культа это возможно Торлунд и мантия архидракона. Мантия секты архидракона из Линдельта. Нам немного известно о секте архидракона и ее ритуалах, потому что слишком любопытные исчезают бесследно. Секта архидракона хранит историю Линдельта, начиная со дня его основания. Историю, которую лучше спрятать подальше от любопытных глаз. Эта мантия является стартовой одеждой класса клирик. Здесь нам пригодится Камень Фараса. Это нам позволит немного осветить эту комнату, а также найти очередную иллюзорную стену. Сосуд души. Это уже, по-моему, третий по счету сосуд души, который мы находим. Костяной посох. Вау! Все это время эта тварь находилась где-то сверху. Парный клинок. Парный клинок. И парирующий кинжал. Костяной посох. Посох, изготовленный из костей животного, усиливает действия влашества и порчи. Должным образом обычные колдуны получают первый посох от своего наставника, достигнув определенного уровня мастерства. Тем же, кто потерпел неудачу, остается изготовить посох самостоятельно. И похоже, этот посох того, кто потерпел неудачу. Это, конечно, не самый лучший посох в игре, но он все-таки получше, чем обычный посох колдуна. Парный клинок. Парный клинок, изготовленный из гистали. Изящный внешний вид указывает, что он предназначался для высокопоставленного рыцаря из Дранглика. Снаряжение из гистали обладает высочайшим качеством, но материал этот так редок, что в бою подобное оружие почти не встречается. Так вот он выглядит. Имеет следующий мувсет. Ничего особого не могу сказать про этот клинок. Достаточно быстрые атаки, но также и высокие требования по ловкости. Скеллицы одинаково хреново как по силе, так по ловкости, так что, скорее всего, его выгоднее на что-нибудь затачивать. Например, на яд или коротечение, так как его атаки достаточно быстрые. А так вообще любое оружие с быстрыми сериями атак лучше всего затачивается именно на яд. Парирующий кинжал. В отличие от обычного оружия, этот кинжал используется для парирования ударов. Тот, кто боится неудачи, никогда не добьется успеха. Настоящий воин совершенствует свое тело и разум и всегда смотрит в будущее. Им очень хорошо парировать, но при этом его также еще параллельно можно использовать как дополнительное оружие. которое тратит очень мало выносливости. если подняться наверх, то мы придем вот такому, так сказать, срезу, но мы здесь уже были. Мы обследовали вон ту башню и вот здесь слева у нас как раз эта дыра, где находится наш кузнец. так как мы там были, то и делать нам сейчас там нечего. Возвращаемся обратно. здесь здесь нужно ли говорить, можно ли говорить, что добыть такую траву невероятно сложно. Очень забавный лифт и очередной секрет в шахте лифта. Фемиан скептика. Мы уже читали один фемиан, но там был фемиан простака, а это фемиан скептика. имеет практически такое же описание, только понижает на единственное требование не интеллекта, а веры. И здесь, чтобы, так сказать, более безболезненно нам упасть, давайте разденемся до трусов. Ну ладно, кольца уж снимать не будем. Уголь вражды. Это, по-моему, первый уголь вражды, который мы нашли. Очень полезная вещь, которой так не хватает в других частях Dark Souls. Прямо садомаза какой-то. Уголь вражды. Бросьте эту вещь костер, чтобы усилить врагов поблизости. Когда пламя поглотит этот предмет, его эффект уже нельзя будет отменить. Подготовьтесь, прежде чем использовать этот губительный уголь. Огонь является проводником проклятия, и чем сильнее пламя, тем сильнее проклятие. при помощи этого очень полезного угля можно поднять любую часть локации на следующий НГ, то есть не поднимая при этом всю игру на НГ+. А это очень полезно, если вы, например, хотите найти какие-то предметы, которые появляются, например, в НГ плюс 1, на той и в НГ плюс 2. У нас притворяющийся парень. Да, пошли вы! Чертик, блин, еще и нож промахнул. Здесь у нас еще один притаился. И открыв эти врата мы уже можем пройти в эту башню, где нас ожидает босс. Но! Для начала я рекомендую посетить другие места перед тем, как идти в эту башню. позже объясню почему. И здесь у нас очередная статуя, но это необычная статуя. Но! Опять же, у нас всего одна ароматная ветвь. И в данный момент я хочу ее потратить немножко в другом месте. Здесь у нас запертая калитка. К сожалению, мы не сможем пройти, конечно, к этому костру в данный момент, но он не так уж и нужен, так как не так далеко здесь есть костер, если пройти к этой башне. И если мы сейчас сходим и пройдем к этому месту с другой стороны, то и другой костер будет тоже не очень далеко. но для начала давайте опять же разберемся с этими тварями, которые тут попрятались. Кажется, они уже начинают подрывать сами себя. Где наш лук? осталось еще несколько огненных стрел, не так много как хотелось бы. Я думаю на эту локацию нам хватит. бочек с порохом по-моему там больше не осталось. Одна лежит еще сверху. Можно ее столкнуть. Ах, черт, точно она же при падении взрывается. Ну что ж, ладно. для своей же безопасности убьем этих парней издалека. Но, к сожалению, вот как раз эта решетка закрыта. И чтобы туда попасть, нужно сделать приличный крюк. Такое место. Иногда в этих бочках что-нибудь долежит. Здесь у нас секрет. Зеленый цветок. Но не дайте себя обмануть. не все так просто. Как я уже говорил, потерянная крепость просто кладезь различных секретов. Но также и кладезь преследователей. Преследователь нам тут будет встречаться очень часто. но один хоть плюс в том, что он не такой уж и сложный. И даже вот так можно запарировать кинжалом. Получить очередной мерцающий титанит. это тот самый арбалетчик, который от нас сбежал, когда мы стреляли вон с той стены напротив. широкое кольцо связи полезное колечко. Сюда нам падать не стоит. Там мы уже были. широкое кольцо принадлежавшее рою исследователю замедляет поломку снаряжения. Дорогое и блестящее обмундирование не обязательно упрощает жизнь. Иногда в тяжелых испытаниях лучше положиться на старое надежное снаряжение. Очень полезно носить теми вещами, которые быстро ломаются. Например, с той же самой катаны. Можно, конечно, не носить, если вы будете запасаться порошком починки. Огненная бабочка и факел. Но если немножечко прогуляться вдоль стены, то можно найти еще один предмет. Главное быть очень осторожным. Чтобы не навернуться и не сломать все ноги. Душа и щит с золотыми крыльями. И опять мы видим то самое место, где мы уже были. Там как раз у нас кузнец. В той дыре мы тоже были, наблюдали это место. И отсюда уже здесь уже лучше воспользоваться косточкой возвращения, чтобы безопасно вернуться к костру. Сразу посчитаем щит, который мы только что подняли. Щит с золотыми крыльями. Синий щит с золоченым изображением крыльев. Наверное это символ защиты, который используют синие рыцари. В щите использованы волшебные материалы, которые позволяют отражать заклинания. Таким вот образом выглядит это щит. И можете попробовать при помощи него отражать заклинания. Щит очень хорош для защиты от магии, но к сожалению от физического урона он очень слаб. Дает всего лишь 60% защиты. Так, но нам нужен не этот костер, а костер с кузнецом Макдафа. Так, давайте убьем на всякий случай собак. Мало ли, вдруг они за нами удержатся. Придется скорее всего так же убить неполго. Ну, он скорее сам себя убьет. мы возвращаемся к тому самому месту, где помните мы видели окаменевшего полого. Куда я не рекомендовал себе идти. жаль тратить на тебя ароматную ветвь. Неблагодарная скотина. здесь просто огромное количество вот этих вот рыцарей. Так что не стоит сюда слишком торопиться заходить. Их здесь реально очень много. ой-ой-ой. Вау! Блин, я, конечно, знал, что здесь так много, но не ожидал, что так много. блин, ну вот когда надо, они с первого удара ну никак не хотят ложиться. нехорошо, что я недавно прокачал здоровье. и здесь у нас знак призыва фелиция храбрая. призывать призывать мы не будем. пробуем 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 одолеть босса в одиночку. странно. Странно. Парень испугался и убежал. так, так, здесь у нас проход к очередному боссу, но к этому месту можно пройти и с другой стороны. он меня все-таки нашел. Черт, я думал наконец-то он дал мне кусок своего сета, но ни хрена подобного. Да, с первого удара они убиваются только тогда, когда я их ловлю на контратаке. И опять самоцвет жизни. Опс. Засада. Да, скорее всего в этих бочках никогда ничего не бывает. Это просто иногда, когда убиваешь этого пола в этой бочке взрывающегося пола, то он оставляет предмет, поэтому мне и казалось, что как будто бы в бочке что-то было. И когда открываете дверь, не спешите сюда выходить. Здесь обрыв и это такой очень хитрый шорткат. если, если я умру и начну с костра возле кузнеца, то пробежав вперед, можно спрыгнуть со стены и попасть в эту дверь. Главное, как говорится, не промазать. Ну вот, как раз мы поднялись в то самое место, где я только что открыл решетку. Можно было эту решетку вообще не открывать. Пройти просто с другой стороны. И здесь у нас еще один знак призыва. Пилигрим Белклер. Дело в том, что здесь достаточно сложный босс. Точнее, их даже три штуки. И чтобы уравнять шансы, разработчики сюда поставили целых двух фантомов вам в помощь. Так. И чтобы упростить себе задачу, я, пожалуй, использую золотую смолу. И как только вы заходите, вам может прилететь. Так что будьте осторожны. И самое главное это не упасть. Убить этого парня, не упав с уступа. Что самое хреновое, то, что я не поставил щит. Дело в том, что парирующий кинжал тут абсолютно бесполезен. Давайте пока другие парни сюда идут. Поставим щит. И наложим молнию. после этого то же самое делаем со вторым. Только есть одна разница, что теперь второй может прийти на помощь. И я накладываю вторую смолу, когда хотел выпить очень обидно, досадно. Остались мы без смели. И теперь у нас проблема. Их теперь двое. Надо ждать, когда они вот сделают какой-нибудь синхронный удар. к сожалению еще и пути Гатана меня сейчас может подвести. Блин, пригвоздился. Против этих парней очень сложно подобрать момент для удара. вот он например сейчас, но блин, второй все-таки он меня поймал. Рано я сделал перекат. шарф зато я смогу показать вам шорткат. На самом деле у меня есть кусок фляги с эстусом, я могу сходить в Макжулу и улучшить свою флягу. Но мне лень. шарф лень. шарф лень. если что-то пойдет не так вау ну например что-то типа того ах ну да этот парень запрыгивает сразу суда рано что-то я никак не могу с таймингами угадать ну давай давай иди сюда начнут он забирался сейчас уже второй сюда пожаловать подсорить очень полезно прикрываться против них щитом желательно конечно взять какой-нибудь щит у которого 100% физическая защита и побольше баланса тогда вот этого я ненавидал но к сожалению поймал удар в щит я думаю что мне дадут выбить эсус чаще всего удар открывайся ну что ж тогда тебя атакуем и вот он выкинул щит теперь прикрываться ему нечем хорошо теперь ударьте меня вдвоем синхронно самое главное не торопиться ошибка может очень дорого стоить лучше потихоньку тихим сапом все все ну и когда остался один это уже дело техники как говорится ну да но может случиться конфуз потому что я начал торопиться ну да ладно выпьем еще один раз здесь опять он меня достает этим вертикальным ударом ну да блин да что ж такое то ну зря я сделал выпадок не нужен он был абсолютно и такой вот босс достаточно потный на самом деле босс но зато в награду вы получаете большое количество душ что либо для этого нужно где движ пош